Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат С вами на связи мастер Фиде Максим Амариев И сейчас у нас будет краткий обзор третьего тура Турнира претендентов 2018 И начнем мы с партии Фабиана Каруаны Против Шахриара Мамедьярова Двух лидеров турнира Партия развивалась следующим образом У нас исцелянская защита, вариант Найдорфа Очень принципиальный вариант Очень агрессивный Соперники идут в разносторонние рокировки Тут надо много знать, конечно же Б5, черные начинают атаку свою Сели на Д5 И Ф6 скрывает линию Ф Тут был ход Ж6 Но почему-то Фабиана решил не идти на эти осложнения И решил просто поменяться на Ф6 Слон Ф6, король Б1 Конь на Ф4 идет Черные всегда готовы здесь пожертвовать пешку Чтобы вскрыть слона и поле Е5 для своего коня получить Ну и для слона тоже Поэтому ладья Ж1 Фабиана не рассматривает пока взятие этого коня Слон Ж5 Черные укрепили коня плюс линию Ф приоткрыли немножко И слон переходит на Х6 Теперь у Ферзя еще появляется вот эта дорожка на Х4 Он туда немедленно выбегает Пешку на Д6 белые атаковали Поэтому черные ее защитили ходом ладьяи Ф6 А4 Это контр-игра на ферзевом фланге Выглядит достаточно забавно Соперники атакуют там, где у них королей Черные вот на этом фланге на королевском А белые на ферзевом Но такие бывают иногда исключения Когда атакуют не на тех флангах Обычно стараются мат поставить А тут наоборот Стараются съесть пешки Ферзь Х2 Вот этот ход не точный После Ферзи Х5 У Шахрияра была очень простая и ясная игра Пешка на Д5 висит сейчас С вилкой Вот тут пешку например брать нельзя было Из-за Ферзи Х4 Поэтому Ферзи Х5 надо было сыграть Пешка на Ф3 висит Пешка на Д5 Пешка на Х2 Ее надо было оставить на закуску Сразу не забирать А вот после Ферзи Х2 Фабиана начинает перехватывать Потому что Шахрияр недооценил Маневр белого ферзя Ферзь вторгается через А5 Залезает на С7 И грозит мат уже Поэтому приходится защищаться ходом слона Х6 Но тут следует неожиданный ход Конь Д8 Обрезается черная ладья по 8 горизонтали И грозит Ферзи Е7 Например на БА Ферзи Е7 уже просто выигрывает Потому что по 8 горизонтали черные погибают Грозит Ферзи Е8 с матом Вот такой мат Поэтому после Конь Д8 нужно реагировать очень резво Шахрияр делает ход Конь Е4 Это правильно Теперь Ферзь Е7 ничего не дает Из-за Ферзь бьет Ф3 И ладья Ф8 Ферзь у нас подключается к обороне Поэтому ФЕ последовало Ладья Ф8 Конь Е7 шах То есть белые выиграли качество Но в результате черные здесь забирают пару пешек И получают определенную компенсацию Вот здесь Фабиано предлагал ничью Но Шахрияр начал играть на победу Его боевитости можно только позавидовать Каруана меняет ладьи Но это ему особо ничего не дает Но впрочем Позиция так и не вышла за рамки равенства Тут у белых есть своя контр-игра Они вот забрали пару пешек Дают Шах После ухода Ж6 Здесь мы прервали анализ На самом деле еще было сыграно Ладья Ф1 Король Ж7 Ферзь бьет Ф5 То есть не боится отдать своего слона Здесь Шахрияр Потому что забирать его нельзя Из-за хода Е2 И пешку уже не остановить Поэтому Фабиано сыграл С4 Последовал слон Ж3 Грозит Е2 просто Поэтому слона надо подвязать Последовал ладья Ж1 Шахрияр слона защитил ходом Аш4 Но и здесь согласились на ничью Потому что Последовал бы король С2 Хребни минутку Король С2 тут Е2 есть ход Чуть не понял А если ладья Ж2 То Ф4 Так, стоять А, ну может Вот это ншпильничейный Король С2 Е2 Король Д2 Е1 Вот это пешечный ншпильничейный Получается, что ли Король Ф6 Кминут Б4 Не, король Е5 опасно Там можно Б5 получить Король Е7 надо играть, видимо Ну да, тут ничья, видимо Потому что Черные пешки сесть невозможно Они вот так могут встать И забрать их нельзя Потому что Вторая пройдет Ну а белые пешки Тоже здесь останавливаются Успешно Черным королем Ну в итоге Получилась бы вот такая ничья Это что касается партии Каруана Мамедзиаров Давайте будем нагнетать Постепенно Сейчас покажу Вторую партию Это Со Дин Лежень Партия Не очень интересная Поэтому Посмотрим ее кратко У нас испанская партия Основной вариант То есть белые не боятся Контратаки Маршала Которая, кстати И была исполнена Черные жертвуют пешку Ради того, чтобы получить инициативу Играют С6 Слон Д6 В общем, они заряжают Все свои фигуры На Белого короля Но Веслисой идет Не на самые принципиальные схемы Здесь он Пешку возвращает После хода слона Е3 Хотя белые могут Пешку и не отдавать Но там у черных Опасная контр-игра Вот он пешку отдал Ну и в результате Здесь Получил микро плюс Даже выиграл пешку Вот здесь поменялся На Ф5 Владя А5 Ну и черные решили Пешку на Д5 отдать Получилась вот такая позиция С лишней пешкой у белых Но у черных Два слона Активные все фигуры В общем, не удалось Реализовать эту позицию Веслисо Тем более, что после слона Б3 Здесь переходит Происходит Переход в разноцветные Веншпи с разноцветными слонами Что-то я заговариваться Начал уже Но вот такое Разноцветное Это, конечно, битая ничья Пешка никуда не пройдет Поэтому соперники согласились Дальше идем Карякин-Грещук Тоже партия закончилась В ничью Вот, а где пешка на Ф7 Ура, появилась Также у нас Испанская партия Нет, итальянская партия Аш-6 Играет Грещук Чтобы коня на Ж5 не допустить Аш-3 В общем, исключительно солидная игра Карякин здесь хочет получить Перевес двух слонов Собственно, ему это удалось Рокировка-рокировка С3 С6 Черные уже Д5 хотят провести И слон хочет уйти на С7 Поэтому пора его забирать Слон Б3 Владель Е8 Черные готовы к Д5 Не хочет меняться Карякин С своими слонами Но Д5 следует И здесь у черных вообще не хуже Потому что фигуры белых Как-то здесь встали неказисто Происходит размен Все меняется Ну и как-то постепенно Выравнивается позиция Был микроплюс у Грещука Но он все здесь разменял Ну и в результате соперники Вот в этой позиции согласились на ничью Ну и последняя партия Самая Самая жаркая Я ее оставил напоследок Это для тех, кто недавно прибыл на трансляцию Давайте посмотрим за шедевром В исполнении Владимира Крамника Е4, Е5 Конь Ф3, Конь С6 У нас вот такая испанская партия Разменный вариант Так любил играть Бобби Фишер Ферзи Е7 Следует ход Х3, профилактика против слона Ж4 И очевидно, что Крамник К этому был готов Потому что здесь последовал блестящий ход Владя Ж8 Черный просто готовый атаковать Белого короля уже Ж5, Х5 и Ж4 Здесь последовал Сомнительный ход По мнению Максима Чигаева С которым мы это комментировали В прямом эфире Король Х1 Ну какой-то непонятный ход Здесь коня можно развить слона Ход Король Х1 Не производит впечатления Конь Х5 играет Крамник Чтобы сыграть Ж5 Добавляет удар на поле Ж5 Ферзем С3, Ж5 То есть Крамник ведет очень прямую борьбу Конь бьет Е5 Это небольшая комбинация На Ферзи Е5 Там Ферзь бьет Х5 последует Ну или Д4 даже Поэтому Ж4 играет Крамник Он не обращает внимания на пешки Он хочет замотовать белого короля Д4, слон Д6 Конь у нас немножко подвисает Но белый играет Ж3 Ж3 Это видимо Видимо профилактика против Ж3 Вряд ли черный хотят сыграть Ж3 В чем смысл хода Сразу так не соображу Видимо против Ферзи Х4 Профилактика Вот после Ферзи Х4 неприятно Там Наш3 может зависнуть Потому что Ж3 играет здесь Льон Аронян Забирает на Е5 Владимир Крамник И Ферзь Д4 Тут видимо Льон думал Что надо меняться Ферзями Но Крамник Крамник его огорчил И сыграл Ферзи Е7 Х4 Кажется, что белые полностью здесь защитились от всех угроз Полностью закрыли позицию Но следует С5 Крайне точный ответ Крамник расчищает большую диагональ Для своего слона Плюс сгоняет Ферзя белых с хорошей позиции И здесь Льон начал мудрить Ферзь С4 Это просто под темп Под слона встал Надо было Ферзь Д3 сыграть Хотя бы Хотя бы не давать темпы сопернику А вот он Ферзь С4 Начал вставать под темпы Перевел Ферзя на А4 Чтобы не дать Черным сделать длинную арокировку Тут пешка на А7 зависает Но Крамник и не думал о арокировке Он думал только о белом короле И сыграл Ф5 Ну и выяснилось, что здесь Уже проигранная позиция у Ароняна И это на 18-м ходу Оценка здесь уже минус 3 у движка Просто безнадежно Все дело в том, что Если, скажем, играть ЕФ То следует не слон Д5 шаг А сначала комбио G3 Вот в чем смысл После ФЖ Мы расчистили вторую горизонталь Для черного Ферзя Здесь мы играем Ферзь Е2 И грозит Ферзь Ж2 мат И нет защиты никакой Например, вот такой вариант с матом Вот это он мог зевнуть Ход комбио G3 издалека Поэтому здесь он сыграл слон G5 Ну, а Крамник просто жертвует качество Он уже идет во все тяжкие И Ф4 Хочет полностью вскрыть белого короля Ферзь Д1 Ладья Д8 ФЖ Просто бессмертная партия новая Ладья Д3 Первая линия компьютера, как мы смотрели Ладья тоже тут заряжается на атаку Хотим просто сыграть GF И ладья H3 Подключить ладью, чтобы поставить мат белому королю Ладья Д1 Слон Д5 Вот это шедевральный ход Просто оставлять ладью под боем Но если ее забирать, то следует Ферзь Е4 На Ф3 даже не забираем ладью, а играем GF И вот этот красивый вариант Ладья бьет Д5 Ф2 Мат Но есть ход ладья Е3 Тут тоже, наверное, ставим мат Ф2 Ладья Е4 Слон бьет Е4 Мат вот такой Блестяще Мат слоном Просто этюд какой-то Поэтому И ФЕ Ферзь А тут даже конь у меня автоматом превратился Почему-то Я даже не выбирал Конь превратился с шахом Но, наверное, Ферзя попроще все-таки поставить С матом На король H2 Есть ход, я думаю, даже G1 Ферзь Или нет? Надо ходить король G1 Тут Ф2 Ну да, то же самое получается На король H1 Можно конь G3 шах сначала дать Для профилактики Затем Ферзя с шахом провести Может был мат побыстрее Но я сейчас уже не буду заморачиваться Но вот такой мат Какой-то есть тут, по крайней мере Ё-моё, мат-то где ж ты? Ферзя H1 мат Вот, нормально Вот, в общем, поэтому После хода G2 Леон Аронян признал свое поражение Вот это краткие итоги сегодняшнего тура Ну а более красочный и подробный обзор Центральной партии тура Выйдет на основном канале Уже совсем скоро Поэтому подпишитесь на него Ну а я вас благодарю за внимание Напоминаю, что 13 марта у нас выходной И я вас жду на прямой трансляции 14 марта 17.00 В московскому времени Болеем за красивую игру Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok